Кирилл Талманский Децл Не так давно Кирилл ушел из жизни как раз таки в этом городе Rest in peace Кирилл Холодное дождливое лето продолжается точно так же как и мои поездки Я приехал в город Ижевск, пошел бродить, искать что-нибудь интересное И через камеру делиться с вами своими находками Это наверное детская дорога или что это такое? В Европе на дорогах такие дорожные знаки стоят, такие же миниатюрные, как здесь игрушечные Привет Можга, привет Водкинск, а тут у нас Сарапал, привет Сарапал Вот он настоящий монстр, держит всю оружейную индустрию Ижевск называют оружейной столицей России Огромное количество разного оружия здесь было произведено Хотя Тула тоже бы поспорила наверное с этим неймингом Сейчас я на набережной около огромного советского монумента на веки с России 70-х годов Набережная в принципе, вот я не знаю что она из себя представляет, но пока что она обычная, самая простая А это огромнейший Ижевский пруд Он так и называется и посмотрите какие размеры Виды конечно маленько мрачные, кругом одни заводы, трубы, но хотя бы так Сразу здесь находится небольшой фонтанчик для декора, замочки вешают, только я не понял зачем сюда цветы принесли Это надо вот так вот ходить по диагонали, чтобы посмотреть все вот эти арт-объекты Там еще один фонтанчик Слала Ижевска Легендарный Иж-магнитофон Иж-автомобиль Иж-мотоцикл Да, ну и винтовки О, тут даже зафигачили арт Какие-то инсталяхи Центр высоких технологий Напишите мне в комменты, что вообще производят, а что нет По-моему только винтовки Филкунчик Трехголовая какая-то крыса с пушкой Безумный Макс отдыхает Можно погонять здесь на катамаранах Корове видимо настолько часто подходят сфотографироваться, что здесь лужу вытоптали Когда-то был газон Вот такая вот фотогеничная корова Впервые вижу на лестнице металлические ступеньки Да еще и с узором Я не знаю старые они или нет Ступеньки конечно крутые На конце набережной стоит памятник Ижевским оружейникам Чуть-чуть наверху А напротив музей Ижмаш Продолжается кусочек набережной туда И там идет большая промзона Видно, что в советское время все это струилось Какое-то интересное здание сталинской архитектуры стоит Собственно все Парк аттракционов Кто-то здесь попытался в искусство немножко и наклеил каких-то черно-белых портретов Какое-то кафе было Сейчас тут ничего такого нету Тут был штаб Ижевского анти-большевистского восстания Вот так вот Пример того, как не надо преставрировать дореволюционные дома Вот вам наглядный пример Это просто пипец Вау Выглядит очень круто Монументальненько Ё-пы-ра-с-э-тэ Практически сразу от Ижевского пруда Нашел здание Дворец детского и юношеского творчества Офигеннейшая советская архитектура Здание очень классное Когда-то здесь, видимо, была какая-то уличная сцена Но сейчас тут картинг Заброшенный картинг причем Какой крутой мостик Вот умели же раньше строить Город расстраивается Какими-то колоссальными темпами Построили здание Я не знаю, что это такое Но здесь выделили какой-то маленький квадратик Под благоустройство Здание, конечно, мне не нравится, как выглядит Но вот квадратик выглядит неплохо А еще, когда не хватает старой советской плитки Умеют делать вот так Интересный надземный пешеходный переход Так потихонечку плавно с аллеи И над дорогой Это кто? Ижик Талисман города Ижевска И у Ижика есть две пушки Такие же маленькие, как и сам Ижик Шикарнейшее здание Дворца культуры Металлург Напротив галерея Россия Видимо, тоже старое здание Только немножко с евроремонтом Ресторан северной кухни Лень, что? А, олень! Дизайнера, конечно, надо подуволить О, абсолютно не читается За зданием ДК Металлурга есть дом Буквально сразу самый первый Который практически весь изрисовали различными рисунками Начинается все с супрематизма Ну и какие-то рисуночки Космонавт, медведи Я не знаю, как называется эта площадь Но эта площадь требует тотального капитального ремонта Вот здесь, кстати, начали что-то делать Здесь большой фонтан По всей видимости Посмотрите, какое большое количество там завезли Скорее всего, всю площадь будут делать Это круто Можно узрить уже кусочек благоустройства На Нибанане Чаклон, США Перемещение Девушка из народов Навахо Есть такие Я сам узнал только сейчас Вот этим вот рисунком передает Такую вот взаимосвязь народов Удмуртии И вот своего народа Что-то в этом духе Центральный универмаг Офигенное здание Оказывается, вот эта вот вся большая территория Которая сейчас на реконструкции Это центральная площадь Здесь же на площади находится Государственный театр оперы и балета Тоже в шикарном советском модернистском здании А на площади вовсю кипит работа По благоустройству Очень-очень обильными такими темпами Наверное, этим летом никому и не удастся посмотреть Зато на следующий год площадь будет не в таком печальном состоянии Ну и здание правительства Пришел сюда в надежде перейти дорогу И пойти по этой стороне Здесь нету пешеходного перехода И его просто нету Вообще Даже вдалеке Я вижу его на той стороне площади Но это капец как неудобно Я не знаю, насколько она эффективна Но прикольно выглядит Смотрите, что увидел Маленький чемоданчик Лондон-Париж Знаете, что это такое? Это резиденция главы республики А вид из окон-то какой Посмотрите, вроде панельки Ну как их отреставрировали Газончик Красотень Покрасить постмодернистское строение В бордовый цвет Это надо уметь, конечно Наверное, это здание администрации Ну и куда же без традиционной надписи Почти каждого города Я люблю Ижевск А вот здесь уже что-то поинтереснее К сожалению, нету тега И сложно понять, кто автор В Ижевске есть искусство Вау Да тут у нас благоустройство Это что такое вообще? Я не совсем понимаю, что это за площадка Сити-фест Проходил, походу, какой-то чемпионат Вот здесь от дождя круто спрятался Благоустройство прикольное Проводить какие-то маленькие арт-фестивали Было бы очень круто Только разуклонку бы сделать Чтобы вот по лужам не ходить И какой-нибудь навесик И вообще шикарно Я закритикую даже что-нибудь хорошее Меня нельзя пускать на такие штуки Нашел я еще одну девушку Мне кажется, автор один и тот же Что и на той стене А может и нет Было бы очень круто и концептуально Если бы здесь нарисовать вертолет Который за деньги вот туда мог Тоже поднимать людей Что есть два пути Смотрите, что нашел во дворе Из мягких игрушек Зафигачили тут целая Целый город какой-то Огромнейший Такого большого количества мягких игрушек И я еще во дворах не видел Только в магазинах на полках Тут к приему банок Бутылок, макулатуры Запарился и сделал такого вот осьминога Который все собирает На каждом углу здесь тебя ждут Какие-то интересные вещи В этом городе Еще один двор в благоустройство С рисунками всяких сказочных персонажей Во всю стену Похоже на монтажную пену Уже из пены вырезают такие штуки Блин, забавно Или это пенопласт Да, вот это какой-то пенопласт Такого я еще не встречал В Кужевске есть места, где люди чуть замирают при ходьбе Поняв, что и внезапно лучше Одно из этих мест вот здесь Первый подземный переход Забавно Вылезло солнце И город немножечко даже поинтереснее стал Появились синие краски А зеленые краски стали чуточку поярче Мало дореволюционной архитектуры Сколько гуляю, попадаются какие-то домики Но не так уж и много Иногда попадается какая-то прикольная Сталинская архитектура Траванчики мне здесь нравятся А вот, кстати, новый трамвайчик Гоняет Не замечал Цирк Собрали все, что можно было собрать Архитектуру 90-х и нулевых сразу видно и вырви глаз Удмуртская айдентика просачивается сквозь солнцезащитные очки Люблю Ижевск 1760 Прикольная кладка кирпича Когда-то здесь по всей видимости недалеко от набережной был центр города Старинный центр Через раз точечно встречаются какие-то домики Но по факту мало чего сохранилось Здесь заканчивается небольшой кусочек старого города А сзади меня Александр-Оневский кафедральный собор Которому 196 лет Изначально складывается ощущение, как будто строили дворец культуры А закончили собором Но с учетом того, что ему 196 лет, скорее всего, это какая-то эклектика Зачем здесь подземный переход? Не понимаю Зря я решил, что не сохранились постройки старинные Вот целый архитектурный ряд, который сохранился Очень круто выглядит Гуляете вы по улочке со старой архитектурой Только выходите из-за угла и бац! Космический кусок монументальщины Памятник Гагарину Гагарин не зря здесь находится Здание действительно космическое Вау Красивенько Город, конечно, наполнен монументальной архитектурой И это, на мой взгляд, круто Я не знаю, здание изначально было черным Или его все-таки обшили в черный Но когда находишься где-то здесь Есть ощущение, что ты не в России И это очень круто В России обычно не увидишь ничего черного Как-то обходит стороной этот свет А здесь не побоялись и взяли-сделали Затерялся малыш Так, гулять здесь прикольно, кстати А если вот так смотреть? Как будто голова Гомера Симпсона и глаза Мне очень нравится герб Удмуртии Особенно его цвета Кардинально отличается от гербов в России Все обычно такие яркие А этот такой вот строгий А это Михаил Архенгельский кафедральный собор Большущий-большущий И стоит он на холме Откуда, кажется, еще больше Там еще один собор стоит На заднем плане Музей стрелкового оружия Имени легендарного Калашникова Ну, оружие мы снимать не будем На Ютубе такое нельзя А в Ижевске вполне даже неплохо На основной набережной я не нашел выхода к воде Там сохранился старый советский заборчик Но огромная набережная продолжается Есть вот подобные пирсы Где люди загорают И есть лавочки И можно, наверное, понырять Не знаю, можно ли купаться Выглядит, конечно, очень круто Правда, мне сложно сказать, насколько здесь чистая вода Нет ли никаких вбросов Ну, если есть пляж, кто-нибудь допроверяет Значит, все окей Шарк на серфинге Что-то благородное Узнаю знакомый почерк В 15-м году рисовали эту стену Я бы даже не заметил, если бы в торговый центр не зашел Вот в этот переход Глубокий космос бороздя Мне показалось, что это какой-то чувак У него такие глаза Вселенная следит за тобой, приятель Когда-то и на этой стене что-то располагалось Но больше здесь ничего нет И здесь тоже Лишь отлетевшие куски работ 13-го года Здесь проходил фестиваль В рамках фестиваля несколько стен рисовали Штукатурка от стены скоро отвалится, конечно, совсем Но все равно забавно Смотрите, что нашел Я ж прослезился Игрушка с детства Крутота Работам 6 лет, а они еще более-менее свежо выглядят А рядышком такое вот дерево Еще одна работа Приколенько Подвыцвело, конечно Это, наверное, что-то с национальным колоритом Удмуртский человечек, не знаю Что это И ярко, ярко За деревом еще один национальный колорит спрятался Это, видимо, так дерево успело вырасти Отдых Небольшой И храпит еще самое главное Нормально мужику Бывает Иду я такой ищу стрит-арт, значит, по дворам А здесь девчонка повешалась На косах На самом деле она не повешалась Ее птички куда-то тащат А она спит, походу А ее тащат куда-то Глубокие сновидения Ну и здесь же сразу за углом Никита Номерс 2013 год До сих пор хорошо сохранившийся арт 6 лет, да, прошло Прогулялся по следам фестиваля Большое количество работ уже не существует Коммунальщики половина работ Подзамазали Травы засунули Эй, а где погремуха? Неком давать Приехал в район ЖД вокзала Как будто вообще в другой город приехал Конечно, кроме центрального района Остальные районы Жилые массивы И там туристам делать нечего Центр города мне, кстати, понравился Интересные места Интересные улочки Архитектура Можно полазить, погулять Прикольный город Поэтому, если будете проездом Вообще не пожалеете, мне кажется Может быть, я сюда даже вернулся еще А вот, кстати, жД вокзал Вокзал крутой То, что герб у него такой еще, блин Вообще шикарный Как будто база какая-то Каких-то там ребят Это был Ижевск Я поехал в следующий город До следующего видоса Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому